всем привет вспоминаю юность мою безумную и безнаказанную практически вспоминаю пластинки которые мы слушали в ту пору когда я учился в школе и конечно здесь не обойтись нам без вот этой замечательной штуки чеслав неман аэролит польский музыкант герой польского рока герой психоделического рока психоделической музыки электронной музыки тех лет семидесятые я имею ввиду 70-е годы прошлого века от музыки этой сходили с ума все советские школьники которые так или иначе интересовались рок-музыкой это было более или менее доступно в отличие от западных пластинок польские пластинки продавались иногда у нас магазинах их правда мгновенно раскупали и потом они появлялись на толчке то есть на черном рынке и стоили эти пластинки которые назвали демократы демократы это венгерские югославские польские пластинки румынские болгарские записями рок-групп естественно стоили в районе 15 рублей в отличие от 50 60 рублей которые нужно было отдавать за фирменные то есть английские американские немецкие и другие голландские пластинки записями пинк флойд там назарет слэйт и всего того что слушали школьники советском союзе ну если им повезет конечно если они проникнут на толчок набрав накопив денег экономя на завтраках или там на чем-нибудь другом и купит вожделенную пластинку группы назарет себе хотя школьники редко очень конечно этим делом занимались в основном занимались уже студенты и те кто постарше ну школьникам тоже что-то перепадало в частности числов неман перепадал а музыка это не хуже а то и лучше многих музыкантов раскрученных брендовых всем известных которые играют играют и играли так называемый прогрессивный рок в ту пору в 70-е годы это замечательный музыкант родился он в 1939 году в деревне не помню как называется деревня но находился на на территории белоруссии однако родители были поляки чеслов выджитский его фамилия на самом деле выджитский тоже был естественно поляком папа его служил в католическом соборе и юный чеслов ходил в этот самый католический собор учился там играть на органе и петь петь научился замечательно об этом я скажу чуть позже в 58 году семья обосновалась все-таки в польше поскольку они были поляками и где им было еще жить как не в польше до этого чеслов учился в гродно музыкальном училище а в польше уже поступил в высшее музыкальное учебное заведение не помню как она называется да это и не важно образовал он там группу под названием акварели с которой записал несколько альбомов и акварели я слушал но это такая эстрадная в общем музыка ничего такого для себя лично я в ней не нашел я не сомневаюсь что она многим нравится я так довольно равнодушен к музыке акварелей ну а потом акварели были распущены и чеслов собрал следующий свой коллектив с которым уже начал ездить на гастроли по европе выпускали из польши западную европу и в западной европе конечно юный музыкант наслушался насмотрелся всякого разврата в виде хиппи в виде музыки kings в виде музыки других групп с kings он просто общался я поэтому упомянул этот коллектив и все и и голова у него свернулась стал играть совершенно другую музыку стал играть музыку с уклоном в сложности в разнообразные клавишные и не клавишные с уклоном в джаз с уклоном в психоделический рок в общем такую хиповую модную на тот момент времени историю начал музыкальную и получалось у него удивительно получалось настолько круто что в мюнхене он записал два альбома один из них у меня есть strange is this world он называется советском союзе эти пластинки тоже продавались но в магазинах я их не видел ни разу они как-то прошли мимо меня я уже приобрел переиздание недавно сравнительно и наслаждаюсь им по сю пору этим переизданием это 1971 год одна из двух пластинок записанных числом в мюнхене и она конечно не подготовленного слушателя может срубить на повал просто как будто бензопилой дружба а мы с польшей в ту пору дружили и я с большим удивлением и с расстройством наблюдаю за тем что происходит сейчас между нашей страной и польши потому что я не знаю что было на самом деле в советском союзе не знаю я был просто молодой парень который смотрел по телевизору польское кино замечательное изумительное со сбегневым цибульским прекрасным актером пепел и алмаз помните такой фильм если не помните и не знаете посмотрите найдите в интернете наверняка фильм пепел и алмаз шикарное кино все польское кино она очень хорошо особенно кино 60-х 70-х годов это просто ну отдельная глава в истории кинематографа действительно очень сильно телевизионные фильмы показывали польские по телевизору у нас вовсю четыре танкиста и собака сериал все знали наизусть польские марки почтовые среди филателлистов были в фаворе их было много они были очень красивы но собственно были почему они и есть марки тех лет вообще с польшей как-то все было неплохо польские артисты постоянно приезжали в нашу страну чеслав неман несколько раз был на гастролях в ссср я уже не говорю про break out о которых я расскажу чуть попозже и много-много-много так вот эта пластинка польского артиста я вернулся чеслава немана она конечно удивительно strange is this world первая песня здесь всего четыре произведения как и положено для музыканта играющего прогрессивный рок всеми с первом году грандиозные сюиты и все эти грандиозные сюиты так или иначе построены на блюзе такая вот блюзовая основа тут присутствует хотя из блюза числов уходит вместе со своими музыкантами совершенно в другие весе и в целом это звучит довольно эклектично но очень интересно и оторваться от этой музыки невозможно от этой пластинки она не очень длинная ванна такая стандартная по длине не короткая не длинная strange is this world который начинается с такого хаоса музыкального музыкального хаоса как модно было в те годы почти king crimson почти вандер граф про вандер граф я потом скажу тоже чуть позже потом начинается около блюзовая такая история но блюзовая не не блюзовая такая биби кинг бодигай а блюзовая в стиле томатами крустер где-то вот туда и очень похоже все в целом похоже на атоме крустер только гораздо мощнее гораздо резче гораздо громче хотя казалось бы это невозможно сделать атоме крустер громкая группа здесь еще громче еще резче еще неожиданней больше поворотов и шире музыкальная палитра у числа в нем она чем у винсента крейна да простят меня любители винсента к музыку музыки винсента крейна гораздо шире потому что тут столько у нем она всего наворочено его вокал который можно сравнить с известным вам всем артистом я называл числа в нем она продолжаю называть польским артуром брауном и в тембре есть что-то общее и в манере пения и в диапазоне вот эти верха невероятные просто да немножко даже похож на брауна в общем представьте себе артура брауна который поет на польском языке в сопровождении группы которые играют что-то похожее на музыку вандерграб генератор только еще громче чем вандерграб генератор вот вот эта пластинка вся такая и есть вторая песня которая называется вайделью 100 плавен и психоделический заезд на двух аккордах но два аккорда не не просто два аккорда а вот такие вот два аккорда два аккордище чеслаф номен поет импровизирует и вступает виолончель который играет партии такие какие играл сева гакель в составе группы аквариум я думаю что сева гакель наслушался чеслова немана вот этих пластинок и перенял вот эту безумную манеру игры на виолончели с этими глиссандо с атональными заездами хотя это все известно это вис из джаза из авангардного джаза все это давным-давно было известно но это просто настолько явно и настолько вкусно и настолько на пальцах объясняется вот парень играя вот так вот на виолончели вот эти вот штуки ну здесь такой космос наворачивается что мама не горюй вместе с грандиозным с грандиозным оркестром вот этим электрическим ну в смысле рок-группы которая играет как оркестр с шизофренией с безумный вот если существует авангардный джаз да эти понятия здесь авангардный рок полный рост при этом мелодизм мелодия песни никуда не девается все это поется на фоне этого авангардного чудовищного чудовищной красоты и размаха рока на второй стороне один ловенью туланг начинается немножко как-то такой отдых традиционный вполне около джазовый такой блюз нам он поет своим высоким и и крепким голосом и немножко так отдыхаешь отдыхаешь а потом фигак и опять вот это наваливается авангардная штука очень здорово просто очень красиво авангардная громкая роковая тяжелая выворачивающая тебя наизнанку как как мандер граф генератор только чуть-чуть по-другому чуть-чуть острее может быть чуть-чуть острее чуть меньше джаза хотя с джазом тоже тут все в порядке и сонг форэ диссизит финальное полотно с торжественным органом вообще здесь очень много хаммонда и много чистого органа без хаммондовского звуку без без лесли без этого очень близко к тому что мы понимаем под понять под традиционным роком тяжелым очень близко но с авангардными опять-таки заездами так вот этой пластинка у меня не было в ту пору а аэролит был и я заслушал его заслушивал его до дыр чего и сейчас продолжаем делать это уже не помню даже какой по счету состав группы чеслова неммана аэролит это его группа который записал всего один альбом они собрались всеми четвертом году всеми с пятом вышел вот этот альбом аэролит после чего группа была распущена неммана сделал эту группу вместе с барабанщиком которого зовут я забываю польские имена ну вы найдете если вам интересно барабанщика группы аэролит как же не помню молодой совсем парень вот я покажу вот такой видно такой длинноволосый он к сожалению умер возрасте 22 лет они записали эту пластинку с немоном и через некоторое время он умер и следующий состав группы уже был без него но вот это еще шаг вперед даже по сравнению с грандиозностью альбома записанного в мюнхене тут есть все здесь здесь как-то ну конечно опыт пришел музыканты же развиваются пришел опыт все собраннее и в то чтобы доступней про доступность не скажу потому что здесь нам он играет ну во первых здесь два клавишника нам он и еще один музыкант который играет на электропиано fender она мы играет на муги и на мелатроне здесь такое количество для любителей звуков муга вот этого всего здесь это просто пышет многовскими вот этими штучками с первой до последней секунды звучание альбома очень много очень много мелатрона очень много муга и очень много джаза такого джаза в стиле в эдре порт начинается как как будто вот около около в эдре портовская такая штука но буквально через три минуты в эдре порт заканчивается и пошел традиционный уже традиционный для немана неман около блюзовый около роковый около авангардный из безумными муга скими этими штуками вторая вещь просто изумительная больше всего мне здесь нравится по-польски не прочитать это название она такая с восточным колоритом с умилительной игрой на муги немана просто настолько невероятно красивая партия моговская там на фоне пульс пульсирующего баса и диких совершенно ударных вот этого молодого парня невероятно техничный просто музыкант и понятно что нам он именно с ним является ядром этой группы в общем очень советую ролит 65 злотых в польше тогда стоила эта пластинка у нас она стоила 15 рублей сейчас ее можно купить за большие деньги мне повезло я ее нашел сравнительно так по доступной цене но в общем это очень хорошая музыка за число ванимана я и выпив вечно ему память